Привет, с пятницей! Сегодня мое очередное видео про то, что же у нас происходит в местных каунти с продажами, с ценами за последний месяц. Октябрь закончился, я ждала, когда наши цифры нам предоставят наши аналитики, и я делаю подборку того, что произошло в октябре у нас. И во второй части видео я делаю статистику и факты, а также прогнозы наших больших-больших аналитиков на то, что же будет у нас происходить с процентными ставками в следующем году, в последующих несколько лет, и то, что будет происходить с ценами на недвижимость. Моя цель – предоставить вам факты, а выводы уже делаете вы сами. Надеюсь, что видео будет интересным и полезным. Оно длиннее, чем обычно, поэтому я не делаю видео каждую неделю теперь, я их делаю реже, но зато мои видео более детальные, более информативные, и надеюсь, что вы его посмотрите до конца. Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите со мной поспорить по какому-то вопросу, пожалуйста, обращайтесь, звоните, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а теперь поехали? Ну давайте начнем с Вашингтона. Когда смотрите на вот эти таблицы, обращайте внимание на следующие показатели, значит, вот количество домов на продажу выставленных сейчас, новые New Listings, Pendings – это под контрактом дома, Closed – это дома, которые уже закрылись. И, наверное, самое интересное для вас будет цена, средняя, усредненная цена. В этом графе вы увидите корреляцию между количеством проданных домов и проданной ценой. Здесь вы увидите сравнение данных на дома на продажу на сегодня по сравнению с пятигодичным средним значением. Здесь у вас идет сравнение количества дней на рынке с, опять-таки, пятигодичным средним. И здесь у вас идет коэффициент проданной цены к запрашиваемой цене. Я объясню, когда будем говорить непосредственно про эти цифры. Давайте начнем с DC. Сравниваем количество домов на рынке с сентябрем 2020 года и также с октябрем прошлого года. И вы видите, что в DC с сентября рост небольшой был, но по сравнению с октябрем рост, соответственно, довольно серьезный. Под контрактом та же примерно картинка. Но это не цены, это количество домов. Количество проданных домов тоже растет с прошлого года, а вот усредненная цена тоже с сентября выросла аж на 5,6%, а с прошлого года на 16,6%. Вы видите, что цены растут. И почему? И это вы увидите и вот в этом вот графе, что количество дней, проведенных на рынке дома, между выставлением его на продажу и уходом именно под контракт, у вас в среднем за 5 лет у нас 27 в Вашингтоне, а сейчас 23. Это значение всего 23 дня. И цена, коэффициент проданной цены, запрашиваемые 100%, значит, это говорит о том, что дома продаются за полностью 100% запрашиваемой цены. То есть продавец выставляет свой дом за 500 тысяч, он его и получает, эти 500 тысяч. Никто не приходит и не говорит, давай я куплю его за меньше, как это было раньше, в более здоровом рынке. Арлингтон Каунти. По сравнению с сентябрем количество домов на продажу выставленных уменьшается, и контрактов, и проданных, но с октябрем рост очень серьезный. А вот цена с сентябрем чуть-чуть уменьшается, но опять-таки с октябрем прошлого года рост цены мы наблюдаем. Количество дней на рынке, посмотрите, в среднем за 5 лет 28 дней, на сегодняшний день это 17 дней всего. И продажа, цена продажная, то есть проданная цена 99,2, то есть это говорит о том, что здесь наблюдается более та здоровая ситуация, когда приходят покупатели и переговоры ведут на более низкую цену за дом. Александрия Сити, здесь тоже наблюдаются довольно высокие цены, поэтому смотрите, усредненная цена сейчас по сравнению с сентябрем вышла аж на 22% вверх, а вот по сравнению с октябрем 2019 всего на 5,8. И количество дней на рынке за 5 лет среднее значение 27, на данный момент 20, небольшая разница. Коэффициент проданной цены за запрашиваемый всего 99,3, то есть опять-таки Александрия Сити наблюдает хорошие здоровые переговоры, когда приходят покупатели и говорят, что я куплю, но я куплю за цену чуть-чуть меньше. Мангам рекаунти, здесь немножко другой, смотрите, немножко другая картинка. Растет количество домов на рынок, растет количество домов под контракт, растет количество проданных домов и растет усредненная цена по сравнению с сентябрем и по сравнению с октябрем прошлого года. Рост мы наблюдаем стабильный. Количество дней на рынке 20 по сравнению с 34 за 5 лет среднее. И цена, коэффициент проданной цены 100,7 запрашиваемый. Это говорит о том, что идут торги, приходит больше, чем один покупатель, и они друг с другом бодаются, чтобы купить дом продавца. Соответственно, цена уходит наверх. Лаудон Каунти. Я делаю это дело быстро, почему? Потому что я не хочу, чтобы мое видео было слишком длинным. Вы можете поставить паузу и хорошо эти цифры сами посмотреть в любой местности, которая вам ближе к вашей локальности. Смотрите, усредненная цена по сравнению с сентябрем упала немножко, но по сравнению с октябрем рост наблюдается. Он не такой значительный, как в других Каунти, но он есть. Но коэффициент проданной цены запрашиваемый практически один и тот же, 100 и 1 всего. О чем это говорит? Смотрите, за 5 лет в среднем 98,2. То есть в предыдущие 5 лет люди приходили, делали переговоры, договаривались, цену немножко снижали и все было, как должно было быть. А сейчас, так как идет очень сильный рынок в сторону продавцов, покупатели вынуждены давать им всю сумму, если не больше, чтобы купить эти дома. И количество дней на рынке всего 16 по сравнению с 32 за последние 5 лет. Принц Уильям, здесь у нас идет с сентября немножко охлаждение по цене, но рост с прошлым годом все равно есть, а вот коэффициент проданной цены к запрашиваемой цене 101%. То есть это говорит о том, что здесь уже более серьезные торги. Всего 10 дней нужно, чтобы дом получил контракт. Это о чем говорит? Это говорит о том, что приходит больше, чем один покупатель, и покупатели между собой дерутся за дом, можно сказать. То есть Принц Уильям еще наблюдает эту картинку. В Fairfax County цена с сентябрем чуть-чуть пошла вниз, по сравнению с октябрем на 9,3% все-таки выросла, а вот коэффициент проданной цены к запрашиваемой 100,3%. Всего 16 дней нужно, чтобы дом вышел под контракт, по сравнению со средней за 5 лет значением 31%. И всего практически аж на тысячу домов меньше выставляется сейчас на рынке стоит, по сравнению со средним значением в 2,5 тысячи. Ну на этом все. По местному рынку опять-таки я еще раз вам скажу, что поставьте паузу и посмотрите то, что касается именно вашего каунти. Если вы свой каунти здесь не найдете, обращайтесь, я сделаю вам такую же подборку на вашу местность, это не должно быть не обязательно каунти, я могу сделать на город, могу сделать на нейбах, это уже как вам будет интересно. Обращайтесь, с удовольствием сделаю. И вторую часть видео я бы хотела с вами поговорить про то, что происходит во всей стране, как вообще смотреть на все эти репортс в новостях о том, что идет unemployment, о том, что экономика непонятно куда двигается, что мы... Сейчас очень много новостей про то, что будет foreclosure, волна, что будут цены падать, это неправда. И я вам хочу показать, почему я так думаю, почему так думают все специалисты в сфере недвижимости. Ну что ж, давайте перейдем на всю страну, что же творится во всей стране с экономикой, и как это все будет отражаться на недвижимости. В апреле 2020 года я уже показывала вам этот сайт, прогнозировались большими финансовыми кампаниями, прогнозировалось, что recovery будет V-shape, то есть мы во втором квартале резко упадем вниз, и в третьем быстро наберем и пойдем выше, больше и лучше, чем было в первом квартале. И вот как можно сравнить с тем, что произошло на самом деле. Самый агрессивный прогноз, который был от Morgan Stanley, материализовался, и recovery действительно V-shape, это очень хороший как бы знак. Но что еще примечательно, что с апреля этого года по июль мы видим скачок в среднем уровне FICA score. FICA score это показатель, который нам дает возможность получать очень хорошие процентные ставки, когда мы подаем на ипотеку, но вы прекрасно это сами знаете. Если вы обратите внимание, в 2019 году средний показатель держался на 706, с апреля по июль поднялся до 711. С чем это связано? С тем, что когда люди получили деньги, стимулы с чекс, 35% населения решило расплатиться с долгами. 29% истратили эти деньги, 36% сохранили, как бы просто посадили их на сейвингс. И вот эти 35%, которые решили расплатиться с долгами, они повлияли на средний статический показатель вот этого FICA score. Теперь смотрите, с новостями мы все время слышим, что ситуация плохая, люди остаются без работы, мы не знаем, куда все это будет двигаться в связи с вирусом. Но обратите внимание на то, как увеличилось количество заявок на открытие новых бизнесов в 2020 году. Люди начали открывать свой бизнес вместо того, чтобы работать на дядю. Я, честно говоря, не знаю, с чем это связано, но это хороший знак. Теперь смотрите на показатели количества запросов на то, чтобы не расплачиваться с ипотекой временно, пока ситуация с доходом не стабилизируется. Это называется forbearance. И по всем лендерам, частным, государственным, неважно, вы видите, что идет уменьшение количества таких запросов на задержку выплаты, что ли, да, паузу в выплате ипотеки. Это тоже хороший показатель. Теперь за последние 12 месяцев здесь идет у нас показатель от Национальной ассоциации риелторов. Вы увидите, что количество месяцев, чтобы продать дома... Помните, я вам рассказывала, что такое манс инвентурий, да? Если в мае у нас набралось количество домов, и нам бы потребовалось 4,8 месяца, чтобы их продать, с тем количеством покупателей на тот момент, то сейчас 2,7 – это показатель. О чем это говорит? О том, что рынок еще сильнее идет в сторону продавцов. То есть домов очень мало, предложений очень мало, спрос очень большой, покупателей много, и дома уходят еще быстрее, чем они уходили даже до вируса. Теперь смотрите показатель. Вот эта кривая – это общее количество домов на рынке. И он идет, этот показатель идет вниз. Да, новые дома, выходящие на рынок, кривая, она более такая кривая, тем не менее идет все это, как бы немножко тенденция вниз. С чем это связано? Люди не хотят выставлять свои дома на рынок. А почему они не хотят выставлять свои дома? Зилов нам говорит, что сделали опрос, и 31% сказал, что финансовая непонятность, неопределенность. 25% нам сказали, что они не хотят пускать людей домой, потому что вирусы не хотят вот этой опасности себя подвергать. 34% просто говорят, что неопределенность в жизни, вообще непонятно, что происходит, мы просто будем сидеть и не будем продавать дома. И у нас есть прогноз от больших наших компаний, которые работают, финансовые организации, которые работают в рынке недвижимости и ипотек, и они нам говорят, что Зилов, наверное, среди них самый оптимистично настроенный. Ассоциация ипотечных провайдеров у нас, MBA, это Mortgage Business Association, 3.1 нам дает рост. Как вы видите, рост в среднем примерно 5% рост у нас прогнозируется. И CoreLogic у нас в последнее время что-то нам дает информацию не соответствующую реальности, как потом выясняется. Поэтому на них мы даже внимания не особо обращаем. Посмотрите, большинство наших аналитиков дает нам позитивный рост цен. Это цены. Цены будут расти. Поэтому, когда вы говорите о том, что я подожду, когда цены упадут, и я буду брать потом, 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 я бы на вашем месте пересмотрела такую точку зрения, потому что мы видим, что с годами, в последующих годах процентная ставка будет расти. И нет гарантии, я никому не дам гарантию в том, что цены будут падать. Соответственно, вы можете оказаться в ситуации, где у вас и цена или выросла, или осталась на том же уровне, а процентная ставка выросла. И вот этот каждый рост процентной ставки означает ежемесячная оплата по ипотеке на, если, скажем, мы говорим про одну и ту же сумму, не меняющуюся сумму, но каждый год у вас ежемесячная оплата будет выше только благодаря тому, что процентная ставка ушла наверх. Поэтому еще раз подумайте, если у вас есть возможность покупать, я бы вам очень советовала покупать сейчас, а не ждать, когда ситуация как-то изменится, потому что она измениться может в худшую для вас сторону. И посмотрите на тот индекс, который нам говорит о том, что housing affordability, чем выше этот индекс, тем больше мы можем себе позволить при покупке дома. И потихоньку, то есть вы видите, что в 11, 12, в 13, когда были foreclosures, short sales, мы могли позволить себе купить очень-таки хорошие сделки, цены были внизу, этот индекс составлял 186-197. Сейчас он ненамного ушел вниз, но у нас нет такого наплыва foreclosures, у нас нет short sales, у нас идут все продажи, идут все обыкновенные продажи, нет никаких distressed properties, поэтому сейчас самое время, то есть мы можем себе позволить нормальные дома, по нормальным housing, ну как бы больше людей может себе позволить купить нормальный дом. Вот, ну на этом все, надеюсь, что информация полезная, если есть вопросы или хотите посмотреть что-то более в деталях, пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием вам поделюсь своим знанием. Спасибо за внимание, всего хорошего, пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok